В Челябинских дворах высадят взрослые трехметровые ели, а вот горожане могут выиграть дерево для посадки. Живые трехметровые елки украсят городские кварталы в этом году. Проект запустила молодежная палата при Челяб-Гордуме. Как стать участником проекта и откуда возьмут материал для посадки, спросим у организаторов проекта елки. У нас в гостях организатор Анастасия Болдырева и куратор Мария Шардакова. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот мы видим, что вы сегодня пришли не одни, это замечательное мохнатое существо, которое нам уже всем подняло настроение. Винчестер, правильно? Почему его взяли с собой? Какое он имеет отношение к проекту? С Винчестером мы изначально ходили, проверяли дворы на возможность посадок елок. То есть проверяли коммуникации, общались с жителями. И так совпало, что мы это делаем во нерабочее время. Он нюхает и дальше. Так, здесь нужна елка, да? Нет, мы с ним просто гуляли, совмещали прогулки с собакой и непосредственно с проверкой дворов. И так вышло, что дети, узнав о нашем проекте, выходили, общались с нами, особенно с ним, интересовались. Говорили, у вас есть свой волк, серый волк. Ну и отсюда у нас пошла. Отсюда у нас уже пошла. Ему очень нравится камера. Винчестер, не уходи от нас, пожалуйста. Отсюда пошла уже сама задумка, и он стал талисманом проекта. Расскажите, пожалуйста, как можно получить ель в свой двор? Что нужно сделать? Какие условия? Очень просто получить ель. Достаточно нарисовать рисунок на тему елка в нашем дворе и загрузить к нам в группу. А кто это должен сделать? Любой взрослый человек или нет? Нет, ну это, конечно, дети должны сделать, желательно. Но у нас и взрослые присылали рисунки, и достаточно красивые. И потом среди победителей и среди отправленных рисунков мы выберем и созваниваемся с победителями и уточняем у них, можно ли у них по коммуникациям посадить эту ель, и будут ли вообще жители за ней сами ухаживать. Говорят, что елки привезут издалека, а вот приживутся ли они в членских дворах? Их привозят из Пермского края, и как раз там их и выращивают для того, чтобы они приживались у нас в нашем регионе. И на самом деле, как бы, стереотип, что взрослые деревья плохо приживаются. Они, наоборот, лучше приживаются, потому что у них уже есть устоявшаяся корневая система, вместе с которой их к нам и привозят. И высаживают в комфортную для них среду со специально подготовленной почвой. А почему именно ель? Самый главный вопрос, почему елки-то? Никакое не другое дерево. Потому что елка – это самый главный символ Рождества и Нового года. А Новый год традиционно для нашей страны и нашего менталитета является главным праздником. И самое главное, что елка во дворе – это как олицетворение детской сказки, мечты, когда дети могут нарядить свою живую елку во дворе. То есть чаще всего приобретают искусственные елки, и теряется вот это вот ощущение, атмосфера сказки. Ну а здесь, когда будет непосредственно во дворе расти, то это будет совершенно другое. Безусловно. И будут наряжать уже во дворах у себя. И летом тоже. Да, у нас просто отдаленные слишком районы, и некоторые не успевают, ну как бы не могут выехать куда-то. На главную елку, например. И которые организовывают у нас в городе. А так у них будет своя во дворе. Здорово. Как будет Винчестер помогать в этой ситуации? Он уже помогает, он общается с детьми, фотографируется. Дети перетягивают на себя некоторое внимание для маленьких, особенно детей. Пенсионеры любят с ним общаться. И дети-инвалиды, которые, ну у многих нет животных. А здесь, по крайней мере, возможность пообщаться. Он ласковый, добрый, дает всем себя погладить, почесать за ухом, пузо почесать, как вы видели сейчас. Поэтому детвора его обожают. Ну что же, спасибо вам огромное. Я надеюсь, что у вас будет очень много рисунков, и многие примут участие в этом проекте. Спасибо вам в проекте, желаем, чтобы все получилось. Спасибо большое. Ну а мы напомним, что у нас в гостях были организатор проекта «Елки» Анастасия Болдырева и куратор проекта Мария Шердакова.